Я думаю, название ролика вы уже видели, поэтому давайте сейчас без лютого хейта просто объективно посмотрим на проблему, которую я описывал вам множество-множество разных видео. Так как с такими проблемами может столкнуться каждый из вас. Если вы впервые у меня на канале, то вам нужно знать, что я основатель и преподаватель вокала самой большой рок-школы в СНГ, которая называется Hellscream Academy. Мои студенты успешно выступают, записывают альбомы и гастролируют со своими коллективами. Некоторых из них вы знаете и могли видеть их на разных телевизионных проектах типа «Голос» и «Большая сцена» и даже на радио. Как музыкант я являюсь эндорсером, то есть лицом компании ESP Guitars, Samson, Top Ears и Ernie Ball. А также являюсь основателем и вокалистом метал-группы FIND, которая в свою очередь имеет опыт туров и выступлений с такими коллективами как Northern, Children of Bodom, Payne, Wolfhard, Nightwish, Fear Factory и многими другими. И конечно же не стоит забывать о моем опыте работы с платиновыми продюсерами из Финляндии Анси Кипа и Микой Юсила. Пару дней назад в сети появилась информация о том, что Бринвинда Хорайзен отменяет всю оставшуюся часть американского тура из-за того, что Оливер Сайкс повредил связки. Если быть более точным, он написал, что порвал правую связку, но это скорее такое, знаете, преувеличение, он скорее всего просто очень сильно их перенапряг, и ему именно по этой причине врачи сказали сейчас отдыхать. При этом в сети начали появляться всякие разные домыслы, что там у кого-то жена рожает, еще что-то, и таким образом они просто решили быстро закончить свои дела и вернуться домой. Но я сомневаюсь, что это так, потому что судя по фрагментам, которые мы с вами сейчас будем смотреть с одного из последних концертов, который прошел буквально совсем недавно, ему даже говорить уже было в принципе сложно. Ну и соответственно, чтобы поискать какие-нибудь возможные параллельные новости, я зашел по разным пабликам, по фейсбуку полазил, и нашел очень интересную информацию, которая, знаете, выдумано-придумано-высосана из пальца. Читаю. После того, как Оли сказал, что у него проблемы со связками, многие начали писать, что проблема в медлей отрезке концертов, и якобы они виноваты. Это, видимо, про старые дедкорные песни, и о них мы с вами тоже поговорим сегодня. Сайкс опроверг это предположение всему виной новый, пока еще не отработанный им чистый вокал, который на высоких октавах весьма травмоопасен. То есть, ну это просто, вот, мы уже много раз обсуждали с вами эту проблему, и сегодня я решил собрать вам такую, знаете, подборку моментов, с которыми связаны проблемы Оливера Сайкса с его собственным голосом. Возьмем мы с вами несколько фрагментов из разных концертов за последний, там, год или полгода, чтобы я вам наглядно мог показать те ошибки, которые могут за собой тащить очень серьезные последствия. Потому что я такое уже наблюдал неоднократно, ко мне приходили люди с такими же проблемами, с такого же плана звуками, и у них были довольно-таки серьезные проблемы с голосом. Если вы обратите внимание, то звук здесь у него очень гулкий, и это не потому, что это звук с камеры, а сам звук, который он воспроизводит, очень глухой. Это происходит по причине того, что он упирает весь звук таким вот образом, и велика вероятность того, что в какой-то момент связки уходят в форсаж. Когда повышается атака, есть вероятность срыва. Плюс ко всему, это очень сильно нагружает связки. Именно такое позиционирование звука, когда вы делаете прям, эта фигня очень быстро приводит ваши связки к усталости, потому что если это делать с давлением, как он это, собственно, и делает, то это очень сильно влияет на ваш голосовой аппарат. Ну и, естественно, говорить о наличии позиции, которая позволила бы ему это спеть расслабленно и чистенько, я тут даже не буду, потому что ее просто здесь нет. Кстати, забыл вам сказать то, что в эти выходные 23 и 24 числа в Москве и в Питере выступает команда Frog Leap. Это команда Лео Маркиоли. Все вы его знаете по его метал-коверам на разные пропсовые песни. Ссылочки на концерты я оставлю в описании, на организатора тоже. Я планирую зарулить на московский концерт к своему тезке, так что увидимся там. Точно такая же проблема происходит и в этом фрагменте, потому что вот этот упертый сильно вперед звук, это та самая вещь, после которой учителя в школе вам говорят, что «А, вы меня задолбали, я не могу, я с вами весь голос потерял, а там или потерял». Когда человек очень сильно валит звук вперед, он перегружает связки и начинает его прям вот таким вот образом выводить. То же самое мы слышим здесь, это очень сильная нагрузка на голосовой аппарат. И это происходит по причине того, что когда вы сильно упираете звук вперед, у него нет объема, и вы пытаетесь хотя бы как-нибудь его там выковырить, достать. И, соответственно, что вы делаете? Начинаете сильные связки смыкать, давить на это дело, звук начинает звенеть вот таким вот образом, неприятным. То, что вы, кстати, слышите у Сайкса практически постоянно, и даже на Симпетернеле я вам показывал фрагменты, где звук аж хрустит весь. Этот звук очень сильно выводит связки из состояния такого, знаете, равновесия. Собственно, в этом фрагменте это сразу и слышно, потому что, когда он поднимается наверх, у него звук начинает так «тррррр» делать. Это очень резкий срыв, и фактически связки в этот момент уже перестают смыкаться, начинают просто лупить друг друга, и, соответственно, это не очень здравый звук. То есть, опять же, нарушение нормального позиционирования звука ведет за собой вот такие вот последствия. Если у вас голос начинает срываться во время пения каких-то высоких нот, а когда человек валит все очень сильно вперед и вот так вот прям в лицо выдавливает звук, это происходит очень часто. Ничего удивительного в том, что это за собой тащит какие-то проблемы, нет. Многие считают вот этот вот зажатый звук штробаса просто с мятыми связками в этот момент расщеплением. На самом деле расщеплением это не является, это просто лютый вообще форсаж голосовых связок, и этого делать нельзя. То есть вы просто, получается, что вы делаете? Вы начинаете придавливать, грубо говоря, воздух сверху таким образом, что он не выходит наружу. Соответственно, снизу начинаете давить еще сильнее, и связки получают на себя двухстороннее очень сильное давление, сквозь которое вы выдавливаете вот этот такой вот звук. Я так делать просто боюсь, мне больно становится, даже когда я вот так вот сейчас сделал. Я думаю, говорить о том, что так делать в принципе не стоит, вообще не надо. Ну а если ты хочешь получать еще больше обучающего контента, обязательно подписывайся на мою страничку на сайте Patreon, куда я выкладываю огромное количество обучающих роликов и ответов на ваши вокальные вопросы. Ссылочка в описании. Ну тут, я думаю, и так все слышно, вот этот вот звук. Это, естественно, не скрим, это какая-то вот вообще пережатая дичь, связанная как раз опять же вот с этим вот таким вот звуком. Так делать вообще нельзя. Это очень сильная перенагрузка голосового аппарата. Ну а здесь он уже просто орет в режиме дровосека. Это, кстати, предпоследний концерт, после чего они все поотменяли. То есть он здесь, если фрагментами этот концерт посмотреть, он говорит уже с трудом, и просто вот так вот все плывет. Ну и, соответственно, если послушать фрагменты концерта, там просто реально он тупо орет, как будто дровосек на эти канадские, там рубит дрова и просто в лесу. То есть это уже совсем не здравое звукоизвлечение. А вот этот вообще чуть ли не мой любимый пример того, как делать совершенно не стоит, потому что здесь все расщепление происходит на голосовых связках. Но я вам забыл сказать одну очень интересную вещь. То, что кривым пением, чистым пением, гораздо проще и гораздо быстрее можно угробить свой голосовой аппарат, потому что все звукоизвлечение происходит на ваших голосовых связках. И вы никаким образом им не можете помочь, случайно зацепив там ложные связки, слюни какие-нибудь. Они не помогут вам воспроизводить звук. Соответственно, вот эта вот самая тема, которая звучит как Я-я-я-я, вот это вот связочное такое, оно очень сильно может повлиять на здоровье вашего голосового аппарата. В этом кусочке мы наблюдаем приблизительно то же самое, что я показывал буквально несколько фрагментов назад. Вот этот вот сжатый такой сорванный звук. То есть он пытается здесь изобразить Дени Филд, Который это делает с помощью свисткового регистра Хотя к Дэнни Филту мы с вами еще обратимся Потому что я недавно посмотрел его концерт И такой просто мужик, что с тобой? На самом деле он всегда орал на связках И там не все хорошо было всегда вообще в принципе на концертах Это вот еще одна типичная ошибка Сайкса Потому что вот эти вот старые скримы его Которые вы слышали на старых концертах, на старых альбомах Это самая ужасная вещь для вашего голоса Потому что опять же вся вибрация, вся вот эта вот рванина Приходится на ваши голосовые связки Тут просто проблема в том, не нравится ли вам этот звук А можете ли вы с этим звуком нормально сосуществовать Потому что наконец уже пора задуматься о том Что то, что вам нравится этот звук со стороны Не значит, что его приятно воспроизводить И хочется повторять это каждый день на каждом концерте Именно поэтому я всегда топил так за правильную технику Потому что это дает вам возможность существовать нормально Со своим голосовым аппаратом И получать удовольствие, когда вы поете концерты А не просто после каждого концерта выходить с разодранным в халамину горлом И просто думать о завтрашнем концерте Как об еще одном кошмаре, после которого у вас опять будет болеть горло И кстати, употребление наркотиков и алкоголя Мне кажется, у многих вокалистов начинается именно на этой почве Они пытаются как-то обезболить и отстраниться от этого состояния Не очень удобного и такого, знаете, приятного Я сам неоднократно косячил и делал какие-то кривые звуки Когда учился, когда даже мы ездили в туры Но я сразу же пытался их искоренить Потому что у меня связки сами по себе слабые Я как только что-то начинаю кривое делать Меня сразу они такие Сразу тревогу бьют Потому что я чувствую боль и перенапряжение Ну и, соответственно, звуки такого плана пытаюсь обходить стороной Потому что это может отразиться на моем здоровье И здоровье моего голосового аппарата Который является моим рабочим инструментом Как, собственно, он является рабочим инструментом у всех вокалистов Вот в этом фрагменте, если вы внимательно послушаете Слышно вот этот Вот такого плана гроул Он просто продувает воздухом свои связки Получая вот эту низкочастотную такую вибрацию Это, знаете, вот этот чисто типичный зю-зю-зю Нихера с горы Гроул, который как бы Ну, вот если вы представите, что вы делаете такой звук Вы сразу почувствуете просто не очень приятное ощущение у себя в горле Вы скажете, нормально же звучит? Ну, оно нормально звучит, пока рот в зю-зю вот так вот свернут И там вот так вот все это делается И вы не слышите нормального звука И как только человек открывает рот, там просто вот так вот В хлам начинает разлетаться И звука нормального там получить не получится Потому что нормального расщепления там просто нет Я думаю, вы и без моей помощи прекрасно слышите, что он постоянно срывается в какой-то Вот такого плана звук И это его преследует повсюду А вот в этом фрагменте это очень хорошо заметно Потому что он слетает аж на фальцетный звук На какой-то в самом конце там Кстати, если интересно, обязательно подписывайтесь на мой влоговый канал На котором видосы выходят каждый день в 7 утра, не считая субботы и воскресенья Там много интересного контента Я рассказываю о видеосъемке, показываю бэкстейджи с концертов и съемок Рассказываю о музыкальном бизнесе и работе на студии, лайфхаках и многих других вещах И я просто обожаю делать киношные вставки Ссылочка в описании Давайте подведем итог В чем же основные проблемы Сайкса и почему он все-таки довел свой голос до состояния полного вот этого вот разрушения Первое, это полное отсутствие нормальной певческой позиции И отсюда же сразу же, скорее всего, проблемы с дыханием еще есть Потому что он очень много дышит постоянно Вот эти вот, если вспомните краулинг, как он пел, Линкен Паркский Вдыхая каждый полслога Плохо поставленное дыхание То, что он может выдавить из себя весь воздух за какой-то короткий промежуток времени Не говорит о том, что у него хорошо работает опора Вот это его постоянное сжимание, чтобы как-то себя подтолкнуть на нормальный звук Это тоже очень яркий знак того, что что-то у него не так с опорой нормальной То есть с адекватной нормальной подачей воздуха Третий момент, который является одной из самых основных его проблем То есть он выходит в зоны, куда лучше не стоит выходить, потому что он сам себя и гробит Это те же самые вопли вот эти вот а-ля Денифил Это вот эти вот скримы на связках, которые он делает Усиленное пение через лицо, вот это вот все, когда он поет высокие ноты Что вызывает у него просто нереальное напряжение Я на себе это дерьмо с пением вперед испытал во время туров И вы знаете, 3-4 песни минус голос Это была очень яростная и сложная проблема И я не понимал, как ее решить до тех пор, пока до меня не начала доходить вот эта тема с нормальной позицией Я уж молчу про расщепление Потому что если вы расщепляете на связках, велика вероятность того, что ваш голосовой аппарат в какой-то момент скажет Братиш, я отдыхать И просто перестанет нормально функционировать Я думаю, никому из вас не нравится состояние болезненности в горле Там какие-нибудь сопли, сиплость какая-то Когда вы пытаетесь воспроизвести звук, а он там вот так вот ломается Или когда вы просто такие вот так вот как-то что-то делаете По-любому никому из вас не нравится вот это состояние Когда вам хочется кашлять или вы просыпаетесь У вас просто как будто ершиком железным горлом натерли И просто вы не знаете, что с этим делать Это я к тому, что высокая динамическая нагрузка То есть огромное количество концертов с неправильной техникой И может вам просто убить и раздробить весь голосовой аппарат просто в труху Надеюсь, это видео было вам полезным Пишите в комментариях свои вопросы Я послежу за этой ситуацией, потому что ну реально жалко чувака Если бы он нормально все делал, все было бы окей Но я давно-давно вам всем говорил, что вот такого плана люди являются для вас Для вас отличным примером показать, что не стоит делать, почему и что будет Вот мы дождались с вами того момента как раз, который называется «Что будет» Увидимся в следующем видео, пока